Весенний призыв стартует уже с 1 апреля и продлится до 15 июля. Призывники с высшим образованием смогут сделать выбор между срочной службой и службой по контракту. Тонкости организации весеннего призыва обсудили на встрече с представителями призывных комиссий, которая прошла в поселке Рощинский. Главная задача весенней призывной кампании – максимальная явка. Во время осеннего призыва прошлого года без уважительной причины не явились более 300 юношей. Сейчас их разыскивают сотрудники военкомата и полицейские. Впрочем, по оценке специалистов, уклонистов в Самарской области с каждым годом становится все меньше, а требования к призывникам растут. Предъявляются все более и более высокие требования к тем призывникам, которым предстоит встать в армейский строй. Прежде всего, это касается физической подготовки, здоровья. По итогам прошлого призыва Самарская область выглядит довольно-таки уверенно, и мы хотим повторить результаты в 2015 году. Тем не менее, здоровье призывников по-прежнему оставляет желать лучшего. Среди наиболее частых заболеваний – плоскостопие, астма и ожирение. Специалисты говорят, подготовка подростков к военной службе должна начинаться с детства, с прививания им здорового образа жизни. Об этом должны позаботиться общеобразовательные учреждения, военно-патриотические клубы и региональные отделения ДОСААФ. В прошлом году с их помощью более 13 тысяч юношей призывного возраста побывали на учебных сборах. Проведение пятидневных учебных сборов включает изучение вопросов огневой и тактической подготовки, выполнение начального упражнения стрельб, ознакомление с размещением и бытом военнослужащих, организации суточного наряда и караульной службы, вооружением и военной техникой части. В выигрышном положении оказываются призывники, окончившие вузы. По данным специалистов, таких более 20%. Всем призывникам, которые закончат вузы и будут иметь высшее образование, будет предложена альтернатива или проходить службу по призыву, либо по контракту. Весенняя призывная кампания начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. Срок службы в российской армии по-прежнему один год. Призывной возраст от 18 до 27 лет. На контрольной явке призывникам объявят, в каких войсках и каком регионе они будут проходить службу. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События. Работы может прибавиться у новобранцев из ночного патруля совместного проекта областного главка и добровольцев. Глава администрации Самара Олег Фурсов предложил проработать вопросы о возможном объединении усилий в борьбе со свалками. Ловить с поличным будут водители, сгружающих мусор в неположенных местах. Нарушителям грозит наказание рублем. Гражданам придется заплатить до 2000 рублей штраф для должностных лиц от 10 до 30 тысяч, для предпринимателей до 50 тысяч. Чтобы зафиксировать личности водителей, вывозящих мусор в местах несанкционированных свалок, установили камеры наружного наблюдения. Специалисты в режиме реального времени следят за ситуацией и в случае незаконного сброса мусора определяют виновных. Теперь им, возможно, будут помогать и добровольцы. Тем временем, работа общественного движения «Ночной патруль» в Самаре приносит первые результаты. Семь человек задержаны за вождение в пьяном виде. Об этом рассказал начальник областного главка Сергей Солодовников на встрече с жителями Самарского и Куйбышевского районов. Напомню, соглашение с членами общественного движения было подписано 27 марта. Совместно с дежурными экипажами ДПС на патрулирование Самарских улиц вышли порядка 80 человек. Они помогают госавтоинспекторам выявлять нетрезвых водителей на дорогах. Среди недавно задержанных за ездов в пьяном виде оказался и сотрудник полиции. Мною принято решение его увольнения. Я уже говорил, что мы будем достаточно серьезно подходить и наводить порядок в этой части и среди своей среды, и всех тех, кто сегодня будет нарушать. Сегодня это гражданское общество, оно фиксирует все на видео, оно фиксирует любого чиновника, гражданина, независимо от его занимаемого положения. И будет очень серьезно и эффективно эта работа продолжаться. В ходе встречи с жителями Сергей Солодовников в очередной раз напомнил, теперь каждый, у кого есть вопросы к полиции, может напрямую по телефону связываться с начальниками районных отделов. Номера телефонов вы найдете на сайте областного управления МВД. Также можно связаться и с начальником городского управления МВД по телефону, номер которого указан на экране. Звонки от граждан принимаются по средам с 16 до 19 часов. Ну а кто решит коммунальную проблему в общежитии по адресу Волгина, 119-а, пока вопрос. Здесь даже стены бьют током. Из-за дыр в крыше жители порой не могут включить свет. Вода течет прямо по проводке, затапливая комнаты. Пробойные в кровле появились из-за установленных ретрансляторов. Кто за них в ответе и куда смотрит управляющая компания. Жители пытаются выяснить уже в течение нескольких лет. Мы вот здесь все заливаем, но было, конечно, полное тазы, сейчас так как снег уже поменьше, естественно, воды поменьше. А так мы каждый день по 2-3 раза сливали полными тазами, потому что стекло очень сильно. Ну вот сейчас как бы за ночь более-менее подморозило, но после обеда все это начинает опять сильно честь. Даже вот здесь немножко, вон, все здесь потрогают, здесь все сыро. И все, эта штукатурка уже падает. Гульмира Ситкалиева живет здесь уже 5 лет. Год назад сделала ремонт. За год от домашнего уюта не осталось и следа. На стенах грибок, в комнате нет света. Чтобы ребенка не ударило током, пришлось отключить напряжение. Трехлетний Саид не может пойти в детский сад. Мальчик болеет и сидит дома. Из-за постоянных протечек кровли у нас течет, мы постоянно болеем. Мы находимся сейчас на больничном. Соседи также находятся на больничном, так как все это сказано, на дыхательных путях наших детей. Соседка Гульмиры Анна Сизова тоже живет в спартанских условиях. Мало того, что стены бьют током, так еще и в душе постоянный потоп. В итоге у семьи из трех человек нет даже возможности искупаться. Обходятся тазиками и ведрами. У нас главная часть в душе находится. Вот в душе у нас все идет и протекает. Так же вот тут вот все текло до низа. Так же приходили соседи, особенно из-за души, потому что мы их тоже затапливали. Жильцы рассказывают, все началось с того, что коммунальщики предложили им сдать в аренду крышу дома и получать проценты за установленные на ней ретрансляторы. Люди согласились. В итоге деньги им никто не платит, а сотрудники частных организаций периодически демонтируют старые вышки, ставят новые, а дыры, которые после этого остаются в кровле, не заделывают. Жалобы в управляющую компанию, говорят жильцы, результата не дают. Когда они ставили антенны нам, как жильцам, они сказали, что будут за счет этого делать ремонт крыши. Но этого не происходит. Господин Селезнев сказал, что мы будем делать ремонты, мы будем с этим день вам вычислять 25% и уходить на ремонт крыши. В муниципальном предприятии, ответственном за состояние дома 119А по улице Волгина, нам заявили, что не знают, кто разместил на крыше ретрансляторы. И рассказали, что с 2012 года направляют официальные документы с предложением внести дом в реестр капитального ремонта. Согласия пока не получали. Также, по словам коммунальщиков, дыры на крыше периодически заделывают, а на то, чтобы полностью заменить кровлю, не хватает денег. Латаем то, что есть, приводим в более-менее человеческое состояние, для того, чтобы не было протечек. И каждый год, по мере того, как идет зима, происходят циклы оттаивания, промерзания, кровлю рвет и появляются протечки. Сейчас мы опять приступаем к весеннему осмотру, опять как бы будем латать все это дело. Но необходим капитальный ремонт. Вот всего по прошлому году мы фактически, видите, выполнили работу, вот указана сумма, 119 тысяч рублей. При платежах населения 83 тысячи. То есть мы фактически на 30 тысяч прокредитовали население. Капитальный ремонт, по словам сотрудников управляющей компании, обойдется в копеечку. Общая стоимость работ по их подсчетам должна составить около 2 миллионов рублей. А пока длится бумажная неразбериха, жителям впору ходить по квартирам с зонтиками и в резиновых костюмах, чтобы током не ударило. Алина Чемерис, Сергей Баскин, Станислав Левин. События. И еще одно опасное соседство. Новая высотка рядом с детским садом. На улице Солнечная застройщика возводят многоэтажку, несмотря на протест жителей. Хотя котлова наградили высоким металлическим забором, расстояние до детского сада не превышает 5 метров. Чтобы решить ситуацию, жители обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну. В этот сад ежедневно ходят почти 400 малышей. Стройка в опасной близости от детского дошкольного учреждения началась два месяца назад. Работники детского сада утверждают, постоянный шум от работающей на стройке тяжелой техники мешает учебному процессу, а ее близость к зданию ставит жизни детей под угрозу. Строительство развернулось в непосредственные близости от детского сада, расстояние непосредственно от здания детского сада менее 5 метров. Сами понимают, что строительство предусмотрено и использованием техники в виде кранов, и, конечно, это угрожает жизни. Страдают и жители близлежащих домов. Рассказывают, строители работают без праздников и выходных. Инициативная группа встречалась с владельцем этого земельного участка. Людям ответили, что разрешение на стройку есть, и новую многоэтажку возводят законно. Правда, никаких документов не предъявили. Чтобы обеспечить безопасность своим детям, жители готовы на крайние меры. Следующий наш шаг, честно, это мы выйдем на митинг, перекроем стройку и будем ее растаскивать. Жители домов по улице Солнечной обратились за помощью к депутату Государственной Думы Александру Хинштейну. Он выслушал позицию людей и связался с владельцем земельного участка. У меня к вам настоятельная просьба прибыть на эту встречу по-хорошему, для того, чтобы на месте объясниться, представить все интересующие нас документы, дать пояснения по всем вопросам. Ну, в первую очередь, нас интересуют документы, связанные с правоустанавливающей на землю, на земельный участок, каким образом он был оформлен, ну и дальше весь набор документов, связанный с дальнейшим строительством. Депутат Государственной Думы пообещал жителям провести выездное совещание на месте стройки в ближайшее время. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Между тем, молодежь вовлекают в науку. Чтобы создать робота, нужно знать математику, физику, электронику и программирование. Так из увлеченных мальчишков растают настоящие ученые-исследователи. Не пропустить зарождающиеся таланты решили в Самарском аэрокосмическом университете и организовали робо-марафон. Друзья, познакомьтесь, модель этого робота называется AR-600E, ну или попросту Аркаша. Аркаша настолько талантливый робот и обладает уникальной мелкой моторикой, что может не только в космосе вкручивать болты в космические корабли, но и даже браслеты из бисера заплетать. На такие свершения Аркаша будет готов, конечно, только через несколько лет испытаний, пока он может стоять на одной ноге и махать рукой. Но разработчики уверены, это уже немало. Этот робот разрабатывается для применения в космической технике, для помощи человеку в открытом космическом пространстве для ремонта орбитальных станций, поскольку вся инфраструктура на орбитальной станции она рассчитана под человека. Это весь ручной инструмент, все люки, проемы, лестницы, они рассчитаны под человека. Поэтому такие роботы делаются похожими на человека. Ажиотаж вокруг робоприборов не утихает. Более 200 школьников и студентов из Самарской области, а также из-за рубежа приехали на марафон, продемонстрировать свои умения в собирании и управлении роботами. И, конечно, познакомиться с техническими новинками. Главное, чтобы эти роботы в таком количестве мир не захватили, шутят гости. Мне кажется, что развитие все равно будет, оно неизбежно. Ну, я не думаю, что настолько все пестимистично. Я думаю, что все-таки тот же искусственный интеллект будет служить все-таки человеку, потому что я не думаю, что человек способен сделать такой интеллект, который предосхитит интеллект самого человека. Идея провести турнир по робототехнике появилась в Аэрокосмическом университете. Молодые люди, которые показывают здесь свои разработки, это будущее нашей страны, уверен ректор СГАУ. Многие разработки, которые делаются для космоса, они делаются на Земле. Как говорят, космонавты живут на Земле, а разработки тем более. Но создаются специальные эквивалентные условия, там, где требуется для проверки их работы в космическом пространстве. А часть разработок испытывается непосредственно на орбите. Лучшие школьники и студенты среднеспециальных учебных заведений получат приоритет при поступлении в Самарский Аэрокос. Победителей турнира наградят ценными призами. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События. Нажав специальные кнопки на планшете, можно перенестись в годы правления Ивана Грозного или Екатерины Великой. На такое способны студенты колледжа связи. На фестивале «Студенческая веснушка-2015». Связисты не только сами окунулись в прошлое, но и перенесли туда 700 человек зрителей. Артем Горобей попросился участвовать в «Студ весны», чтобы побороть накрепко приклеившийся к нему ярлык ботаника. И успешно разрушил стереотип, что умные не умеют веселиться. На сцене чувствует себя, как рыба в воде. При этом про учебу не забывает. Я считаю, что книжки можно читать вечером, а участвуют в «Студенческой весне» в обед, как это делаю я. «Студенческая весна» – это повод выразить себя, повод показать колледжу, допустим, преподавателям, что ты можешь не только решать какие-то огромные интегралы, но еще и заниматься вот такой творческой деятельностью, где на тебя смотрят и радуются. За происходящим на сцене внимательно следит компетентное жюри. Тема фестиваля в этом году, что ни на есть, самое патриотическое 70-летие Великой Победы. Перед учебными заведениями стоит непростая задача. Номера должны быть и с юмором, и трогательными, и, конечно, творческими. В фестивале «Студенческая веснушка» – это ни в коем случае не только юмор. Юмор – лишь жанр, который входит в него как составляющая. Поэтому общее театрализованное действие, и в него очень легко и просто говорить о 70-летии Победы, о той дате, которая нас всех объединяет. «Студенческая веснушка», проводимая среди среднеспециальных учебных заведений, явление уникальное, организованное Департаментом культуры, туризма и молодежной политики Самары. Всевозможную поддержку фестивалю оказывает Самарский дом молодежи. С первого дня, когда ты выходишь с зимних каникул, это еще февраль месяц, все студенты, все активные студенты, все творческие студенты, они воодушевляются вот этим движением весны. Это на самом деле вот такой драйв, такой кайф, и это дает огромное количество положительных эмоций. Победители «Веснушки-2015» объявят 9 апреля на Большом голоконцерте, в который войдут лучшие номера 10 учебных заведений, принимающих участие в фестивале. Мария Анна Мирная, Алексей Золотенков, События. В регионе названы имена обладателя премии «Самарская театральная муза» на протяжении 20 лет. Она достается лучшим из лучших за выдающийся вклад в развитие культуры региона. В этот юбилейный год случилось невероятное. Была похищена зрительская любовь. Искать пропажу долго не пришлось. На суд театральных мэтров и профессионального жюри были представлены 24 спектакля театров из Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Очаровать искушенного самарского зрителя не так просто. Похитить его любовь тем более. Чтобы провернуть такое дело, нужно поистине великое чудо. Очень всегда ожидаемо событие. И самое главное, что это не просто только конкурс, который определяет лучшие какие-то работы. А это прежде всего серьезнейший анализ творчества, который проходит в тот или иной год. И рождение самое главное. Это спектакли, которые приносят радость прежде всего зрителю, самим артистам. Театр искусство живое. Это не музей, это даже не самая замечательная кинопленка, которую можно просматривать спустя лет 50. Театр должен отвечать сегодняшнему дню, сегодняшним мыслям нашего зрителя. Триумфатором праздника стал Корсар Самарского академического театра оперы и балета. Сразу три номинации оказались для него победными. Кордобалет был награжден особым мнением жюри за создание романтической атмосферы. Свои статуэтки получили солисты балета. Кирилл Сафронов за роль Корсара и Вероника Землякова за роль Гульнары. Когда ты нравишься зрителю, нравишься жюри, это признание, естественно, это только подстегивает. Интересная работа была лично у меня, такая эмоциональная. В общем, я очень рада и счастлива, что мне довелось станцевать партию Гульнары, валить Корсар. Специальная премия жюри за лучший спектакль была отдана постановке Самарского театра «Самарт». Жизнь артиста по пьесе Семеновского режиссера Александра Кузина. Анастасия Зубарева, Артем Сулайманов. События. И у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт самаргиз.ру. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал «Самаргиз» на экранах смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самаргиз». В апреле-начале мая будет решаться судьба накопительной части пенсии. В правительстве отмечают, что при любом решении будут разрабатываться меры поддержки добровольного пенсионного страхования. Сейчас специалисты решают, как будет работать система и какие будут меры гарантирования сохранения накопительной части пенсии в течение длительного периода. А вот программу материнского капитала планируется продлить. Социальный блок правительства будет настаивать на сохранении этой программы, поскольку в России сокращается количество женщин фертильного возраста и необходимые меры, которые позволят сохранить высокие темпы рождаемости. Производители с начала 2015 года подняли цену на капусту на 66%. Такие данные приводит Минсельхоз. Сейчас в магазинах города капуста в среднем стоит 23 рубля 36 копеек за килограмм. Лук подорожал на 40,5% до 37 рублей 82 копеек. Картофель подорожал на 36% до 33 рублей 34 копеек. Морковь поднялась в цене на 31,9% до 43 рублей 80 копеек. На мясном рынке больше всего повысилась цена говядины на 10,2% до 306 рублей 33 копеек за килограмм. По последним данным Росстата, инфляция в России в годовом выражении составляет 16,7%. Власти Венгрии намерены продолжать работу над облегчением визового режима для граждан России. Сейчас Министерство туризма страны работает и над вопросами по снижению цен для россиян. Правда, в Венгрии и так всегда было не слишком дорого. Венгрия отменила безвизовый въезд для граждан России с 2001 года, когда вступила в Евросоюз и подписала соответствующее соглашение по шенгенской зоне. Российский фондовый рынок открылся небольшим снижением котировок. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1611 пунктов. Лидеры падения – акции Мичелла, Фосагра и Распадской. Среди лидеров роста бумаги НЛ Россия, Северсталь и Россети. Открытие торгов на российском рынке происходит на фоне снижения котировок черного золота и фьючерсов на американские индексы. Торги в понедельник в Европе и США завершились ростом. На азиатских рынках сегодня разнонаправленная динамика. Курс доллара на 31 марта – 58,46 рубля. Курс евро – 63,36 рубля. Золото стоит 2231 рубля за грамм. Серебро стоит 31,30 рубля за грамм. Цена нефти марки «Бренд» – 55,65 долларов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Илья Штоколов завоевал бронзу чемпионат России по гребле. Самарский бадминтонист выиграл две медали первенства России. Космические аллигаторы завоевали серебро областного хоккейного турнира. В Самаре прошел областной хоккейный турнир «Надежда» среди дворовых команд. На лед выходили 10-летние подростки. В группе А за выход в финал играли «Богатовский Кристал», «Тольятинский Сириус», «Кошкинские Барсы» и «Челновершины». Дивизион «Б» представляли отродненский спортград, новокуйбышевский «Вектор», самарские авиаторы и космические аллигаторы. На финише первое место разыграли лидер областного дворового хоккей «Тольятинский Сириус» и новичок «Золотой шайбы» самарские космические аллигаторы. Рептилии завоевали серебряные медали. На третьем месте – кошкинские барсы. В северной столице на первенстве страны по бадминтону 13-летний самарец Илья Ким завоевал две медали. В одиночном разряде бронзу в полуфинале он проиграл москвичу Кириллу Бункову. В парном разряде Ким вместе с Егором Борисовым из Ярославля завоевали серебро. Чемпионы – питерская пара Лев Баринов, Никита Игнатьев. В Краснодаре завершились чемпионат России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каное. Спортсмены Самарской области на каное одиночке завоевали четыре медали. На счету Ильи Штоколова две бронзы на двух километрах и 200 метрах. А уже на километрах Самарец стал чемпионом. Еще одно золото у Михаила Павлова. 200 метров он преодолел за 44 секунды. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин